Приветствую вас. Мне кажется, что здесь одна из основных проблем заключается в том, что вы боитесь человеку, условно говоря, озвучить свою позицию, свою точку зрения. Вы боитесь реакции человека на то, что вы хотите не бросать. С чем это связано? То, что вы боитесь, например, с чем это связано? Может быть, это связано, допустим, с тем, что вы боитесь того, как он отреагирует. Или, может быть, вы опасаетесь того, что он вам может что-то сделать, например. Да, как-то. Вот, что есть. Вот, можно подумать. Да, можно подумать. А про то. И дальше уже как-то исходить. То есть, один парень, что вы боитесь, что вы боитесь обидеть человека, что вы боитесь той, условно говоря, ответственности. Вы боитесь ответственности за человека. Вот. Значит, вы боитесь ответственности за человека, потому что, вот, она тяготит. И в ней, ну, в ответственности вы видите для себя, я бы сказал, ну, какую-то, может быть, опасность. Вы видите для себя какую-то угрозу, может быть, это вот то, что на первый взгляд можно выделить. Выделить это то, что на первый взгляд можно выявить, входя из того, что вы, значит, пишете. Дальше. Значит, так, просто мне всегда сложно было сказать об этом человеку, не могу найти, входя из слова. Ну, здесь, я думаю, вот, проблематика заключается в том, что вы боитесь человека обидеть. Вот, я думаю, что, ну, основная проблема в этом, в том, что вы боитесь обидеть мужчину своего парня. Вот, и, соответственно, считаете, что если вы ему вот что-то такое скажете, да, вот, то он, соответственно, ему будет, например, неприятно, и вы будете за это. Ответственно, вы будете за это отвечать, вы будете, ну, и вам будет за это, условно говоря, плохо. То есть, по сути, вы здесь, ну, как мне кажется, не разграничиваете, вот, свою ответственность, да, и ответственность, там, условно, ну, условно, другого человека. То есть, вот, что есть моя ответственность, что есть, вот, то, что я делаю. И, условно говоря, есть, условно говоря, есть, там, то, как, ну, что, как другой человек еще к этому относится. То есть, то есть, есть, вот, есть, ну, разница, условно говоря, между этими двумя, ну, вещами, да, вот, между этими двумя моментами, вот, есть разница. Разница. Как мне кажется, ну, вот, для вас, может быть, и, и, то есть, вам чело очень признать, что, ваши действия могут обидеть человека. Вам это очень тяжело понимать, как мне кажется, вы пытаетесь, как мне кажется, этого избежать, вот, ну, то есть, вы пытаетесь избежать того, чтобы, ну, чтобы все. сделать, чтобы делать что-то неприятное, вот, у вас это не выходит, ну, опять же, да, там, все, целый ряда причин у вас не получается сделать. Вот, и, соответственно, выбор, я думаю, что можно это назвать одной из причин, по которым вам так сложно. тяжело выстраивать отношения, потому что, эм, когда, когда я, э, значит, выстраиваю отношения, я всегда, э, э, беру на себя, э, условно говоря, слишком много, э, 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 и, потом мне это тоже сильно тяготит. меня очень сильно тяготит, и я не знаю, что с этим делать. А ещё по этой причине я позволяю очень многим вещам происходить по отношению к себе. Я это терплю, мне это не нравится, мне это категорически не нравится, но я это терплю. И как бы в итоге я взорваюсь с их, условно говоря, хочу, ну не знаю, хочу всё бросить. Хочу, чтобы этого не было, вот и так далее. Мне кажется, что проблематика она такая вот, она в таком ключе, да, и в таком контексте. И соответственно, соответственно, ну, нужно, конечно, с этим что-то делать, вот. Потому что понятно, что само по себе это, ну, как бы это не пройдёт, это не уйдёт, это не исчезло. Безусловно, оно по себе никаким образом неважно, чтобы это исчезло. Вот, чтобы это прошло. Поэтому, как только вы перестаётесь, ну, как только вы перестаётесь, боятся, боятся обидеть человека, как только вы, вот, ну, можно сказать, можно сказать, позволяете другому человеку быть собой и себе тоже позволяете быть собой, да, то я думаю, ну, я думаю, что у вас тут же будет счастье, гораздо легче высказываться, гораздо легче говорить то, что вам не нравится. Я бы, конечно, вот единственное что, да, я хотел бы, наверное, чтобы вы для себя сформировали, а вот почему я могу обидеть другого человека, то есть как это стало вообще возможно, то есть что во мне такого, что я могу обидеть другого человека, что я должна брать ответственность за него, за его чувство на себя. Ну, а мне кажется, что это, ну, это, в какой-то степени, да, то, что вы можете, можете сами сделать, я думаю, что в какой-то степени это, вот, то, что вы можете, можете сами сделать, я думаю, что в какой-то степени это, вот, то, что вы можете, сами как-то поисследовать, и самостоятельно уже решить, что с этим делать, да, то есть как бы. Вот. Единственная ваша такая вот ошибка, на мой взгляд, заключается в том, что вы думаете, что есть правильные слова, и что если вы эти правильные слова скажете, то человек не обидится, да, и человек вас примет нормально. Нет, нет. Я думаю, что нет, я думаю, что не получится так, то есть как бы, ну правда, но всегда будет в любом случае неприятно для любого. И соответственно, как бы вы ее не преподнесли, да, вот, ну правда, как бы вы ее не преподнесли, она все равно будет, условно говоря, ранить человека, если она вообще, вот, в принципе, в принципе может ранить человека. так. Так как бы. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы этот момент для себя пометили, и вот этот негативный опыт, ваш негативный опыт, который есть, я имею ввиду негативный опыт, связанный как раз, ну вот, с тем, да, что, что, ну, что другие люди могут переложить ответственность на меня, за то, что я делаю, и обвинить меня. В своих, ну, в своих, там, условно говоря, несчастья. Вот, если, если с этой политикой поработать, да, если, если, извините, немножко, скажем, этот момент, особенно, если вы не согласны в чем-то, то есть, что вы действовали более в контакте с собой, то мне кажется, что у вас будет реальный шанс на то, чтобы ситуация разыгрывалась исключительно вот в таком позитивном, я бы сказал, для вас ключе, это то, что я могу вам ответить, то есть, это работа именно вот со страхом, да, это работа именно вот с каким-то опасением, что вам могут что-то сделать, вот может быть это со сшиним вредом, в том числе психологическим. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!